Следующий доклад будет у Ермилова Анастасии, как раз про депрессии и сердечно-сосудистые заболевания. Здравствуйте, уважаемые коллеги. И как раз моя презентация, сейчас её выведут на экран, посвящена будет сопутствующим состояниям сердечно-сосудистой патологии и пациента с депрессией. И хотелось бы начать с того, что в практике в целом достаточно часто встречаются эффективные расстройства, и каждый четвёртый амбулаторный пациент, входящий в ваш кабинет, имеет симптомы депрессии. Если посмотреть на распространённость депрессии в различных группах пациентов, то мы видим здесь и пациенты, которые находятся на госпитализации, и пациенты с достаточно тяжёлыми заболеваниями, это и онкологические заболевания, и неврологические расстройства. Также обращу ваше внимание на то, что депрессии достаточно часто встречаются у пожилых пациентов, и часто именно здесь их путают с когнитивными расстройствами. Поэтому эту дифференциальную диагностику важно будет здесь проводить. Также депрессия часто встречается у пациентов, перенесших инсульт и перенесших инфаркт миокарда, как уже сказала Наталья Александровна. Если посмотреть с другой стороны, где депрессия у нас возникает первично, то наиболее часто развиваются в первую очередь эндокринологические заболевания, и это верхний график, то есть это те самые дислепидемии, с которыми вы ежедневно работаете, предиабет, сахарный диабет, ожирение. И, разумеется, они повышают те самые сердечно-сосудистые риски, о которых мы так много говорим. И на третьем месте как раз располагаются ИБС, артериальная гипертония, то есть те сердечно-сосудистые заболевания, которые повышают в том числе риск смертности. Как мы уже сегодня упоминали на нашем симпозиуме, депрессия связана с основными неблагоприятными сердечными событиями, повышением риска повторной госпитализации, повышением риска смертности. И это мы видим как в наших исследованиях, так и в зарубежных. Здесь на слайде я представила приблизительно процентное соотношение того, как часто встречается депрессия у пациентов с различной кардиальной патологией. И если говорить уже таргетно про коронарные события, то мы видим кратное увеличение рисков развития депрессии после перенесенного инфаркта. При этом мы должны обращать внимание на пациентов как и во время основной госпитализации, так и во время последующего наблюдения. При этом это наблюдение и этот скрининг требуется в течение первых двух лет после перенесенного сердечно-сосудистой катастрофы, поскольку мы видим на фоне присоединения сопутствующей депрессии и увеличения коронарных рисков и увеличения рисков смерти. При этом обращу ваше внимание, что большинство симптомов депрессии у таких пациентов после перенесенного инфаркта – это впервые возникшие симптомы депрессии. Здесь, конечно, исследований нам недостаточно, чтобы определить, это какая-то острая реакция на стресс, которую лечат одним образом, это развившийся ПТСР или это действительно симптомы депрессии. То есть здесь обязательно важно проводить эту дифференциальную диагностику у таких пациентов. Если посмотреть на пациентов с сердечной недостаточностью, то мы видим при увеличении функционального класса сердечной недостаточности также рост и развитие коморбидной депрессии. При этом в более такую узкую группу входит группа риска молодых пациентов с сердечной недостаточностью, те, которые требуют установки имплантируемого кардиовертора, дефибриллятора. И у тех, у кого кардиовертор срабатывает чаще, поскольку приходит вот эта мысль, то, что вот я здесь мог умереть, и устройство меня спасло, поэтому здесь не стоит махать рукой, говорить, ну, он же сработал. Обсудите с пациентом его страхи и переживания, это в том числе важно. И также приводите здесь риски скрининг депрессии. Также, если еще говорить о пациентах с сердечной недостаточностью, то в течение первого года после госпитализации на фоне декомпенсации сердечной недостаточности мы также видим увеличение риска смерти и повторной госпитализации у пациентов, имеющих коморбидную депрессию. При этом мы видим значимое снижение качества жизни, которое связано как с специфическими симптомами депрессии, так и с специфическими симптомами сердечной недостаточности. То есть они суммируются и вместе оказывают негативное воздействие. Также мы видим более высокий риск социальной изоляции на фоне коморбидной депрессии с сердечной недостаточностью. Повышается и экономическое бремя как на самого пациента, так и на систему здравоохранения. И отдельно в исследованиях упоминается усталость лиц, которые осуществляют уход, поскольку все-таки депрессия оказывает значимое влияние и на структуру общения с окружающими людьми. И в целом сердечное недостаточно тяжелое заболевание, которое будет оказывать влияние на это общение и потребность ухода. Но депрессия будет ухудшать эту часть. Если посмотреть на другие заболевания, то после перенесенного ортокоронарного шунтирования мы видим довольно высокий риск депрессии. И пациенты с заболеваниями периферических артерий требуют более частой революскуризации. У них чаще случаются сосудистые осложнения и у них хуже функциональное восстановление после перенесенных оперативных вмешательств. И обращу ваше внимание на график на самый верхний. Здесь мы видим увеличение риска развития депрессии на фоне всё больше коморбидности. То есть кардиологический, общетерапевтический пациент, он имеет часто много сопутствующих заболеваний. То есть у одного пациента мы видим и гипертонию, и ишемическую болезнь сердца, и эндокринную патологию. И, конечно, при таком большом наборе здесь также повышается риск коморбидной депрессии. Поэтому обращаем на коморбидных наших пациентов внимание и проводим этот скрининг. Таким образом, мы видим такой порочный круг, где депрессия влияет на сердечно-сосудистые заболевания. И сердечно-сосудистые заболевания влияют на течение развития депрессии. И наша задача как раз разорвать этот порочный круг, опираясь на те уже известные механизмы, которые представлены в исследованиях. Здесь влияние депрессии и тревожных расстройств возможно двумя путями. С одной стороны, это биологические механизмы, то есть повышение уровня воспалительных процессов, вегетативной дисфункции, эндотелиальной дисфункции. Это всё влияет на исходы сердечно-сосудистых заболеваний. Но с другой стороны, депрессия и тревожные расстройства приводят к тому, что меняется и поведенческий компонент. Мы видим изменения, чаще видим изменения в питании. То есть здесь на фоне снижения аппетита может быть такая избирательность в еде. Опять же, при депрессии есть симптомы, когда ничего не нравится, ничего не хочется. И совершенно естественно, человек начинает искать более яркие вкусы. А это как раз солёное, фастфуд, какие-то сладкие вещи. То есть те диетические ограничения, которые мы в своей работе можем накладывать на пациента, например, с артериальной гипертонией, здесь будут чаще нарушаться. Снижается приверженность к лечению пациентов с депрессией. То есть здесь мы видим, если есть ощущение безнадёжности, а зачем мне пить такое количество таблеток? Особенно если взять пациентов с сердечной недостаточностью, когда там квадротерапия, это уже большое количество препаратов, там ещё сверху что-нибудь добавляется. А зачем ещё вообще это пить? Я вот сейчас доживу, и всё, как-нибудь там дальше. Такие аргументы могут приводить пациенты. Пациенты с депрессией чаще, особенно есть исследования и после перенесённого инфаркта, чаще курят. При депрессии прогрессирует малоподвижный образ жизни. То есть на фоне апатии пациент может залёживаться, не вставать с кровати, соответственно, повышать те риски, которые несёт за собой такой образ жизни. И что же на практике? И мы сегодня уже говорили о том, что отсутствуют чёткие стандарты скрининга, диагностики депрессии для соматических специалистов. Мало указаний на тактику лечения как сопутствующего расстройства в наших клинических рекомендациях. Но мы можем попробовать уже видеть, хотя бы начинать видеть этих пациентов в своём кабинете. И обычно это факторы риска, они перечислены на слайде. Это частое посещение врача, то есть более пяти визитов в течение года. Какие-то необъяснимые жалобы, то есть, допустим, это жалобы на боль в груди. Вы уже провели обследование, не нашли какой-то реальной соматической основы для этих болей. Но боль сохраняется. Вы замечаете то, что есть у человека ещё жалобы присоединяются на слабость, какая-то потеря концентрации внимания, памяти. Можете спросить, а как у вас вообще дома дела? Может стать всё внезапно хуже, то есть возникают какие-то проблемы в межличностных отношениях. Это как раз те факторы риска, на которые мы должны обращать внимание на своём приёме, и именно у этих пациентов пытаться найти другие причины. Если говорить конкретно о критериях депрессии, то основной критерий – это временной. То есть симптомы должны быть более двух недель. И включать в себя ангидонию, снижение утраты радости, интереса к деятельности, к обычной. То есть раньше мне нравилось ходить на работу, я получала от этого определённое удовольствие. Теперь мне уже это неинтересно, и вообще зачем это всё. У таких пациентов сниженный фон настроения. Но с этими жалобами к терапевту и кардиологу вряд ли человек обратится. То есть здесь мы активно выявляем эти жалобы. Чаще к терапевту, кардиологу обратится человек со снижением энергии. То есть у меня мало сил, я быстро устаю на своей работе. И уже дополнительными вопросами мы можем выяснить другие основные критерии депрессии. Если посмотреть на другие критерии, то здесь мы можем увидеть такое чрезмерное или неуместное чувство вины, что человек испытывает вину за всё подряд, ощущает какую-то тотальную безнадёжность или беспомощность, что всё это зря. Особенно здесь как раз мы можем опираться на приверженность к лечению. То есть вы можете спросить, а зачем вы принимаете лечение вообще? Нужно ли нам с этим что-то делать? Могут отмечаться трудности в концентрации внимания, могут люди сообщать разные мысли о смерти, самоубийстве. Мы об этом попозже немного подробнее поговорим. Есть такой соматический комплекс диагностики депрессии. Это различные физиологические жалобы на снижение либидо, на снижение массы тела, на изменение аппетита. Может нарушаться сон при этом как в сторону увеличения, так и в сторону бессонницы. Пациент может быть возбуждён, раздражён или наоборот заторможен. То есть здесь возможны совершенно разные варианты. При этом отсутствие активных жалоб не означает отсутствие депрессии. Поэтому нам важно задавать вопросы, нам важно проводить скрининг. И если посмотреть на исследование, то без скрининга выявляется не более 50% с депрессией. За этим может стоять и страх стигматизации, может стоять убеждённость, что депрессия вовсе не входит в компетенции врача-терапевта или кардиолога. То есть зачем я это буду вообще рассказывать, как это влияет на наше с вами общение, может подумать пациент. Также могут быть различные опасения по поводу конфиденциальности этой информации, что отправят к психиатру, наступят какие-то социальные последствия. То есть здесь как раз врач должен уметь рассказать то, что это важно, и какие реальные последствия могут быть, и какие страхи обоснованы, а какие нет, и какое наилучшее решение здесь возможно. Скрининг мы можем проводить с помощью различных шкал. Я на слайде представила наиболее популярные. Вы можете выбрать любую шкалу, которая вам удобна. Здесь разное количество вопросов. И мы рассмотрим самый короткий вариант. Это короткий опросник депрессии, состоящих из двух пунктов, который включает в себя вопросы за последние две недели. Беспокоили ли вас чувство подавленности и безнадёжности, и исчезли за последние две недели интерес и удовольствие от того, что вы делаете? Если вы получили хотя бы на один вопрос ответ «да», или по шкале здесь набралось 3 балла, то вы можете провести расширенный скрининг, то есть добавить ещё 7 вопросов. И если набралось достаточное количество баллов, или пациент ответил «да» на вопрос о самоубийстве, то здесь обязательно дальнейшая диагностика. И если есть ответ положительный на вопрос о самоубийстве, то нужно дополнительно оценить риски суицида. Я предлагаю вам сфотографировать этот слайд, или как-то зафиксировать, или вернуться к нему позднее, поскольку здесь я перечислила те риски, которые мы должны выяснить, если мы услышали о том, что пациент имеет какие-то планы или намерение на самоубийство. Этот пациент часто имеет такое ощущение безнадёжности. Мы должны узнать, были ли какие-то суицидальные попытки в анамнезе, употребляет ли человек психоактивные вещества, произошла ли какая-то травматическая ситуация в недавнем прошлом. Допустим, у пожилого пациента недавно умер супруг или ребёнок. Есть ли даже у вас на приёме резкие перепады настроения, то есть то он раздражительный, то он апатичен у вас на приёме. Здесь принимайте эти риски как реальные, вызывайте, если вам активно говорят, что я хочу с собой там покончить, вызывайте скорую психиатрическую помощь или переводите в психиатрическое учреждение, если вы находитесь в стационаре, не оставляйте этого пациента, не отпускайте его просто так домой. И как часто нам нужно проводить скрининг на депрессию пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями? Я нашла единственный документ на русском языке, он подготовлен нашими коллегами из РКО. Скрининг необходимо проводить до 4 раз в год. То есть для некоторых наших пациентов, которые редко посещают врача, это практически на каждом визите. Особую группу пациентов выделяют это перенесённый острый инфаркт миокарда и госпитализацию по поводу сердечной недостаточности. Вы скрининг должны провести в течение первых трёх месяцев. И что же делать с результатом скрининга? Если скрининг оказался отрицательным, это не значит, что депрессия отсутствует. Депрессия имеет такое волнообразное течение, поэтому мы должны регулярно проводить повторный скрининг, особенно в случаях стрессовых жизненных ситуаций, особенно в случае резкого изменения клинического состояния, нарушения приверженности к лечению, ну и рутинный скрининг. Положительный результат скрининга также не равен диагнозу депрессии. Это лишь говорит о том, что нам нужно до обследования. До старта лечения мы обязательно должны исключить другие психические расстройства, в том числе расстройства биполярного спектра, где антидепрессанты не являются первой, даже второй линией терапии. Для исключения в анамнезе маниакальных эпизодов мы используем шкалу HCL32. Также мы должны исключить другие соматические причины, как сказала в том числе Наталья Александровна, и гетерогенные причины развития депрессии на фоне нежелательных явлений. Ну, например, при использовании альфа-интерферонов достаточно часто встречаются депрессивные состояния. Здесь я представила краткий алгоритм. Как раз мы проводим рутинный скрининг. Если у нас есть суицидальный риск, мы экстренно обращаемся к психиатру. Если нет, дополнительная оценка. Возможно, мы пробуем самостоятельно начать антидепрессивную терапию первой линии. И в дальнейшем, если требуется консультация психиатра и оценка в динамике. И теперь поговорим о лечении, поскольку всё-таки достаточно мало кардиологических пациентов получает адекватную антидепрессивную терапию. И что нам говорят наши рекомендации? Единственные, кто упоминают прямо, как лечить сопутствующую депрессию, это рекомендация по хронической сердечной недостаточности. Здесь упоминается первая линия лечения. Это селективный ингибитор обратного захвата серотонина. И я обращу ваше внимание на то, что продолжительность лечения депрессии составляет не менее 6 месяцев при первом депрессивном эпизоде. При повторных депрессивных эпизодах эта длительность может быть более года. Поэтому не имеет смысла назначать антидепрессанты на 1-2 месяца. Просто вы можете не получить того эффекта, который ожидаете, и пациент получит лишь негативный опыт лечения депрессии, и в дальнейшем снизится риск его повторного обращения. Также обращу ваше внимание, поскольку достаточно часто назначают рециклические антидепрессанты, в том числе амитрептилин, они не являются препаратами первой линии не только при сердечно-сосудистых заболеваниях, но и в целом в лечении депрессии они не первая линия терапии. Возможно и иные вмешательства. Мы активно используем когнитивно-поведенческую психотерапию. При лёгких депрессиях это может быть и монотерапия без добавления декабинтозного лечения или когда пациент испытывает страх, например, перед началом антидепрессивной терапии, если нам позволяет степень тяжести использовать только психотерапевтические вмешательства. Также есть большое количество исследований по поводу влияния физических упражнений на течение депрессии, медитации, о чём мы уже сегодня говорили. Но обращу внимание, что вторые пункты это дополнение к основному лечению. То есть основное лечение это либо медикаментозное, либо психотерапевтическое, либо комбинация этих вмешательств. И в заключение хочу вам показать вот такой алгоритм зарубежный, где первая и вторая линия терапии, депрессия, проводятся врачами первичной медико-санитарной помощью и врачами-кардиологами. То есть учитывая то, что у нас появляются подобные документы в рамках методических рекомендаций, мы ожидаем то, что в будущем всё-таки к врачу-психиатру будут подпадать только тяжёлые пациенты, которые требуют сложной дифференциальной диагностики, сложного подбора терапии. Поэтому хотя бы на этом этапе давайте потихонечку учиться видеть этих пациентов, выявлять, обращать на них внимание, учитывать и этот фактор риска, влияющих на течение сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний. Я вас благодарю за внимание. Давайте вместе снижать психиатрическую стигматизацию и повышать качество жизни наших пациентов.